Главное спортивное событие года в Беларуси – вторые игры стран СНГ. Масштабный красочный спортивный фестиваль пройдет в 11 городах нашей страны и соберет более тысячи атлетов из многих стран планеты в 22 видах спорта. Менее двух месяцев осталось до старта одного из самых масштабных мультиспортивных событий Беларуси. Могилев готовится принять соревнования по стрельбе из лука и карате. Как обновленный стадион Спартак и современный спортивный комплекс, олимпийц принял тестовое соревнование. И кого из представителей Могилевщины стоит знать перед стартом масштабного турнира? Вторые игры стран СНГ – наша область интересов. Каждому региону Беларуси достались свои домашние старты. На официальном сайте игр собраны актуальные новости и расписание будущих соревнований. Напомним, право принимать турнир международного уровня получили два спортивных объекта Могилевщины. Спортивный комплекс «Олимпийц» откроет двери лучшим каратистам стран Содружества. Он не раз становился площадкой проведения соревнований областного, республиканского и международного уровней. «Олимпийц» обновят ко вторым играм стран СНГ. Спортивный комплекс планируют наполнить многочисленными баннерами символикой игр. Спортсменам предоставят массажные кабинки для каждой команды, а также увеличат тренировочную зону. Будут размещены современное табло для просмотра результатов, как в зоне отдыха, так и на самой арене. А на обновленном «Спартаке» пройдут соревнования по стрельбе из лука. Стадион ко вторым играм стран СНГ готовится основательно. Ничего не упустить поможет современное табло для просмотра результатов. Места найдутся для всех болельщиков. Заявленная вместимость трибун – 7350 человек. Перестроены раздевалки для спортсменов и новые беговые дорожки. Спортсмены Могилевщины не без оснований надеются, что им обязательно помогут домашние стены. Виды спорта, доставшиеся областному центру, не случайны. Ни для кого не секрет – здесь тренируются одни из сильнейших лучников и каратистов Беларуси. И пора познакомиться с теми, кто имеет все шансы взойти на домашний пьедестал. Вторые игры стран СНГ совсем скоро. Времени на тренировки почти не осталось. Поэтому сейчас задача одна – довести себя до максимальных кондиций, чтобы попасть в состав национальной команды. Важно подчеркнуть, итоговый состав сборной Беларуси по стрельбе из лука еще не утвержден. Количество мест ограничено. Всего 8 человек, по 4 в мужской и женской командах. Поэтому спортсменам нужно пройти отпорочный критерий – набрать 650 очков за 72 выстрела с расстояния 70 метров. Максимально при этих условиях получить можно только 720 баллов. Это сравнимо с Европой. То есть даже не с европейскими играми, а с чемпионатом Европы. Это какие позиции? Это выше. Ну, это по 20-ке точно. Наиболее вероятных кандидатов от «Могилевщины» три – это многократный чемпион Беларуси Артем Мастич, участник первенства и Кубка Европы Александр Ефремов и главный претендент топ-5 последнего чемпионата мира среди юниоров Станислав Борлюгов. В преддверии того, что нет ни чемпионатов Европы, ни чемпионатов мира, то это один из крупных стартов. И мне очень хочется там побывать, тем более в родном городе, в родной стране, и показать результат. И у себя дома надо выигрывать, я считаю. Очевидно, что главными конкурентами белорусов на играх стран СНГ станут россияне. Соперники нашим спортсменам хорошо известны. Последний год лучники вместе принимали участие в нескольких крупных стартах. На одном из них, открытом Кубке Беларуси, могилевчанка Карина Деминская выиграла золотую медаль. Может быть, где-то кому-то чуть-чуть не хватает этого опыта, но я думаю, конкуренцию мы им дадим достойную. И при хорошем раскладе призовые места мы обязательно у себя дома заберем. К старту игр мы почти готовы. У нас остались незначительные такие работы, которые сейчас выполняются на стадионе и в ближайшем будущем будут завершены. Около половины членов национальной команды по стрельбе из лука – могилевчане. Но на «Спартаке», как и всем, им приходится стрелять впервые. Бояться чего-то – это не стрелять, собственно. Поэтому все спортсмены сильные. Не нужно недооценивать соперника. Нужно готовиться. У нас же и командное соревнование. То есть нам нужно, чтобы у нас команда была сильная. Все службы, которые будут задействованы при проведении вторых игр стран СНГ, также принимают участие, за что им большое спасибо. То есть это как большая тренировка перед основными играми, которые пройдут с 4 по 14 августа у нас в Могилеве. И мы достойно примем стрельбой из лука. Августовские стрельбы пройдут в три дня – с 6 по 9 августа. В Могилевском клубе «Шито Кай» уже больше 20 лет занимаются каратэ. Местное татами – синоним знака качества республиканского уровня. Здесь тренируются чемпионы европейских и мировых первенств. Теперь есть шанс показать себя на домашнем татами на самом высоком уровне. Безусловно, круто, потому что это, во-первых, проводится у нас дома. Мы должны все забрать, все, что можно. Все медали наши должны быть. Республика Беларусь. Павел Любченко, Арсений Стаховский и Олег Мелехин. Все трое – мастера спорта, участники международных соревнований и чемпионы Беларуси по кумите. Вопрос об их участии в играх уже не стоит. Они – часть сборной Беларуси. С детства почувствовал, что кумите мне больше нравится. Мне кажется, это больше в силу какого-то характера, темперамента. То есть я был с детства такой взрывной, очень много энергии. Раз, два, три. Первый в Дубае, второй в Бешкеке, третий в Новосибирске. Это результаты Олега Мелехина. Нет, не за всю карьеру, а с февраля этого года. На вопрос, ощущает ли он себя одним из лидеров белорусской сборной, отвечает по-спортивному скромно. Честно, нет. Я всегда делал то, что мне нравится, и я просто всегда требовал от себя как можно больше и выкладываюсь все время больше. Наверное, поэтому результаты приходят. За результатом на тестовый турнир по карате приехали около 200 спортсменов в возрасте от 8 до 15 лет. В играх стран СНГ будут участвовать их старшие товарищи, и почти все они уже известны. Поэтому сейчас особое внимание приковано к готовности спортобъекта. Уже по данным последним 9 стран подтвердили участие. Работа ведется в начале июля. Федерация карате республиканская надеется, что порядка 15 стран примет участие. Это достаточно крупное соревнование. Несмотря на состав участников, соревнования решили провести по-взрослому. Лучшим красивые медали и кубки. Всем возможность очутить себя в качестве участников турнира уровня игр стран СНГ. Я собрался изначально и пришел сюда за первым местом. Мне второе, третье, и дальше не надо. Мне было только первое. Спортивный комплекс «Олимпиец» уже проводил соревнования по карате. Правда, далеко не такого масштаба. С 12 по 13 августа центральной площадкой масштабных соревнований станет домашний паркет баскетбольного клуба «Борисфен». Ну а плюсы то, что был уже большой тестовый турнир здесь. Здесь мы уже понимаем, как работает объект, как работает администрация, как работают сотрудники, как работает гостиница. Уже все отработано. То есть наши эти моменты закрыты. То есть у нас здесь спокойно. Но остаются детали. Среди них организовать грамотное передвижение спортсменов и гостей. С этим призваны помочь волонтеры. Вторые европейские игры, проходившие в Минске, были яркими, масштабными и незабываемыми. Такой эффект стал возможен в том числе благодаря работе волонтеров. Познакомимся с теми, кто готов создавать особую спортивную атмосферу в Могилеве уже на время проведения вторых игр СНГ. 900 молодых людей в возрасте от 18 до 31 года. Столько волонтеров будут работать на вторых играх стран СНГ. В Могилеве их центральным штабом станет Белорусско-Российский университет. Основные инструктажи завершены. Среди главных задач будущих волонтеров – помощь спортсменам и многочисленным гостям. К примеру, делегации нужно будет сопровождать, возможно, нужно будет говорить на английском языке. Со спортсменами тоже их нужно будет сопровождать от гостиницы до мест, где они питаются, до мест проведения соревнований. Всего к волонтерскому движению в Могилеве присоединились около ста человек. Это в том числе студенты Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий и Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова. Памятки и рекомендации для них разработал Республиканский волонтерский центр. Она есть в электронном формате, есть в бумажном формате. Мы их распечатывали волонтерам, раздавали. Здесь описаны кратко способы, что делать нужно в критических ситуациях каких-то, в опасных ситуациях. Также просто правила для волонтеров, которые нужно будет соблюдать на этих играх. Волонтеры работали на тестовых соревнованиях, а сейчас проходят последние инструктажи на спортобъектах. У этих ребят, как и у спортсменов и организаторов, еще есть время получить необходимый опыт. До старта вторых игр стран СНГ осталось менее двух месяцев, а общий успех игр зависит и от готовности объектов, и от настроя спортсменов, и от работы волонтеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова